Анимационная педагогика Предметов у нас всего два. Это дети и анимация. Начнем, наверное, все-таки с детей или с анимации. Давайте с анимации. Что такое анимация? Давайте поищем вот с какой стороны. Скульптор создает из глины, бронзы, мрамора форму. Художник гармонизирует линии, цвет, сочетание вот этих вещей. Писатель работает со словами, создает тексты, устные и письменные. А что аниматор вообще? Что он? В чем его специфика? Что создает аниматор? Есть? Речь идет о выдушевлении, о чувственном переживании его времени. То есть, в отличие от скульптора и живописца, анимация позволяет еще параметра временем. Ну, хорошо. А натурное игровое кино тоже позволяет временной вести. А чем анимация отличается? А вот вы плохие ученики слушатели. Мы в прошлый раз говорили. Не, мы только мельком, блин. Во-первых, мельком, а во-вторых, мы эту формулировку не искали. Можно соглашаться или не соглашаться? Я почему? Ну, судя по всему, речь идет про образ, потому что то, что возникает на экране, это... Это можно просто картинку нарезать. Ну, здесь, да. Здесь это не противоречит с кинематографом кино. А образ в этом плане, ну, полностью вышедший из воображения, который создан в... Ну, не соответствует отражению действительности субъективной. Это вообще навалом, а фантастическое кино, а сюрреалисты в живописи, а дадаисты в литературе. Зачем вам определить? Определение нужно для того, чтобы то, что мы детям будем применять, мы хорошо понимали. А что вообще дает нам этот инструмент? Почему мы занимаемся с ними анимацией, а не ее составляющими? Ну, там рисунка, литература, лит-студия, замечательное место, где детей можно развивать. Да, или изо-студия, да, скульптурная. Что такое, в чем особо, в чем специфика? На мой взгляд, анимация, в общем, в действительности, очень схожа по своим задачам с кинематографом. Ты уже в лес кадра совсем. И занимается, собственно говоря, и поменьшим воображением, но в отличие от кино, у анимации есть очень большое преимущество, в смысле выбора, очень четкого, ограниченного выбора. Человек-кинематограф не всегда позволяет. Выбора. Само слово, анимация, ничего, не подсказывает. Макс сразу сказал отоживление. Лин, ты секрет знаешь. Нет, смотрите, натурное кино вообще-то снимает то, что происходит перед камерой. Оно фиксирует движение. Правильно? Выключил камеру, а люди движутся дальше. Актеры могут начать перекуры, но они не исчезают из пространства. Анимация только с неподвижными. Если она с натурой, то она ее останавливает или деформирует. Да, с неподвижными. Анимация, в отличие от всех других искусств, создает движение. Скульптор – форму, писатель – тексты, а аниматор – движение. И вот тут интересный возникает момент, в чем вообще ее богатые возможности. Мы говорили на прошлой лекции, упоминали этот момент, что движение – это суть вообще жизни как таковой, вообще мира. Это существование. Потому что каждая наша клетка в нашем организме, она находится в движении. Я имею в виду не только молекулы, а вот эти пульсации, ритм с другими клетками соотношения. Жизнь – это непрерывное движение. То есть анимация непосредственно создает жизнь. Все, о чем мы можем помыслить, может начать существовать, задвигаться и включаться как бы в нашу картину мира. Об этом мы говорили, да? И чем отличается реальность, это уже в философии мы в это не будем встревать. То, чем отличается реальность от воображения, тот мир, который существует сам по себе и тот, который мы мыслим, это вопрос очень относительный, на самом деле, вне наблюдателя, как бы Вселенная отсутствует. Она через нас осуществляется. То есть наша картина мира, она только наша, и мир на самом деле не такой. Поэтому то, что мы создаем, и дети воплощают на экране, на самом деле это тоже жизнь. Вот, мы уже можем посмотреть фильм, товарищ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возрастных моментах, значит, этого всего Лена будет говорить, что происходит. А для нас тут важно, что тут текста нет. Кукол практически нет предметы. У каждого из нас на ногах по два персонажа, кандидата в актеры. Вот рисунка тоже, кроме очень условных фонов, там ничего нет. В сущности, движение в чистом виде, даже сюжет очень простой, в общем-то, там нет такой драматургии, литературы. А вот движение позволяет все остальные вещи увязать в какой-то... Да, мы узнаем и связываем с жизнью той самой, да, с нашей, своей. То есть подростки говорили о себе, и для них этот момент важен. Ну, это понятно, да? Так как пересадка корней, папа-мама в сторону, я буду кем хочу. Вот. В этом смысле анимация, оказывается, имеет совсем других предков, чем натурное кино и театр и все прочее. То есть, если театр и кинематограф, и игровой, а за ним уже все последующие формы, берут начало где-то из древних ритуалов, там танцев, да, магических всяких действий. И, видимо, ну, насколько можно в культуре там это все проследить, потому что в очень давние времена трудно узнать, а что там было, да? То анимация, это пещерная живопись, это посмотрите, они везде. Да, и в Франции, и в Африке, и в Америке, в Южной особенно, да, везде вообще эти попытки передать движение. Она никогда, эта попытка, не прекращалась. Да, если там сцена охоты, летят стрелы, там по нескольку ног бывают у персонажей, да, то дальше и в Египте эти все движущиеся, да, да, везде вы вспомните, да, попытки передать. Танцующие фигуры ушел, античные кувшины или там клейма на иконах средневековых и так далее, и так далее, вплоть до 19 века, оптические игрушки. И театр Эмиля Рейно, который возник за несколько лет до братьев Люмьер, до натурного кинематографа. Окей, значит, анимация создает движение. Со словом анимация мы пока разобрались, а теперь слово дети. Мы, кажется, говорили о том, что ребенок, вообще само понятие возникло в середине 17 века. Да, говорили. Его вообще не существовало. Вот, и мы остановимся вот на каком определении. Ребенок это человек, который не может не обучаться. Да? То есть, почему не может? Потому что все время появляются новые институты, новые возможности у него, и их надо задействовать, новый инструментарий. Повернул головку, удержал в руках игрушку, начал вставать на ножки. Да, это все время нужно много раз тренироваться, чтобы это умение перешло в навык, да? И так далее. Да, начал словами овладевать, а потом мышлением. То есть, он не может не обучаться. На это обучение отпущено немного времени, да? Потому что заканчивается детство, так сказать, по-разному. Где паспорт получают, да, в наших культурах. Вот разы стал взрослый. Да, где инициации там происходят. В разных культурах по-разному. Но, в общем-то, где-то там к концу подросткового возраста человек начинает отвечать за себя сам. Права и обязанности его могут посадить в тюрьму. И он может посадить, он может семью образовать и так далее. Что касается обучения, то, начиная с этого момента, с этой взрослости, он сам решает учиться ему или нет дальше. И чему, и в каком объеме. Кто-то идет в университет, а кто-то идет работать, создает семью и спокойно дальше ориентируется на жизненное удовольствие, на обычные ценности, взращивание детей. До этого он не может не учиться. А поскольку этого времени мало, то каждая вообще минутка человеческой жизни ребенка оказывается очень-очень ценной. И мы в эту сторону и гнем, потому что можно максимально задействовать ресурсы, которые у ребенка от рождения имеются, а можно их потерять. Потому что вот эти синдетивные периоды, о которых Лина будет говорить, они привязаны к возрасту и за пределами каждого возрастного периода уже эти вещи приходится наверстывать и там неизбежны утраты. Почему мы считаем то, что для взрослых человек тоже обучение? Ну, как бы, почему человек, например, который создал семью и работает на заводе, почему этот процесс, он не является процессом обучающим? То есть он там учится жить в семье, контактировать со своим, ну, например, с супругой. Таким образом он учит детей. Это же тоже процесс обучения. Конечно. Есть такой лекционный фрагмент, там три матрешки. Потому что слово обучение, на самом деле, трехсоставное. Там есть сначала обучение, потом развитие, а третье воспитание. И воспитание это самое сложное, потому что это иерархия ценностей, там. Мы об этом надо орить отдельно. А обучение, конечно, человек учится всю жизнь. Да, то есть когда у меня была тетя, она ослепла после 80 лет и жила одна, ну, там приходили родственники, но она хотела одна. И она мне такой урок преподнесла, мы к ней приходили, если на гости, там, слепой полностью человек. Чистенькая, всегда аккуратно, она нас старалась чаем напоить, там, ну, угостить чем-то, да. Все это на ощупь. Но она сама освоила, как это все делать. Я говорю, главное, никакой предмет не сдвинуть. Она газ могла зажечь. Но главное, чтобы знать, что если спички здесь, они всегда лежат здесь, а чашечки там. И если мы пытались что-то помочь, она приходила в ужас, потому что сдвинешь предмет и все, чек. Она этому, то есть учится чек до последней минуты жизни. А вот развивается он, развитие очень сильно затормазывается, намного раньше, потому что мы сформировались, и наш организм не требует этого обучения, это от воли жизни. Конечно, ты на заводе учишься, все лучше и лучше работать, ты можешь в карьере подняться, да. Люди могут быть. Да, конечно. Но это не то, развитие твое притормазывается и постепенно где-то, ну, об этом мы будем говорить один. На уж воспитание вообще очень рано завершается, система ценностей как бы формируется, и ее очень сложно менять. Вот. Пока что для нас важен вот этот период детства, да, и важно понять, что наш инструмент, анимация, настолько эффективна и продуктивна, что мы можем в каждый возрастной период задействовать ее очень для ребенка эффективно. И вопрос не в ресурсе анимации, мы начали с того, что ресурс у нее, все, что мы можем вообразить, можно воплотить. Какой-то безграничный, мощный ресурс. А вот знание этих детских особенностей и как с помощью этого ресурса принести максимум пользы, эта штука часто буксует, потому что или просто не интересуются люди, или времени не находят, или наоборот, хорошие педагоги, которые хорошо все это знают, они, анимация для них как бы в стороне, их надо вовлекать. И так теперь я попробую чуть подробнее рассказать о том, чем же работа над мультфильмом с детьми отличается от работы над мультфильмом профессионалов. Для того, чтобы создать мультфильм, аниматор проходит, мы условно рисуем такой кружок, это в свое время Лина схему придумала, от этого началась наша вообще вся эта конструкция. Проходит 6 основных этапов. На самом деле вы представляете, что их больше, да, что такое работа над мультфильмом. Ну, этапы такие, первое это сценарий, дальше это раскадровка, кадропланы, там проработка графическая, дальше идут эскизы, работа художника, дальше идут куклы и декорации, потом съемка, озвучание. Так, когда это сделано, премьера фильм, фильм закончен и, в общем-то, задача решена. Все это направлено на конечный результат. Конечный результат – это фильм. А теперь представим, что наша цель не фильм, а ребенок. Во-первых, что такое конечная цель по отношению к ребенку. Он растет и растет, то есть все эти стрелочки направляются наружу, вовни. Во-вторых, что такое сценарий для ребенка. Ну, вот пришел к тебе пятилетка, что такое сценарий? Рассказал, что не делал ядро. Не, ну ты говоришь, давай, что мы будем снимать, да? Сказку не. Ты предлагаешь сказку, рассказываешь, а он воспринимает. Как? Как это? Ты ему говоришь сценарий, он говорит, а что это? Что это за слово такое? Писать он еще не умеет, может, ему вообще там 4 годика, вот мы хотим 4 начинать, да? Он спрашивает, что такое сценарий, тетя? Да? Тетя Лиза. И начинается это направление развития. Вот, работа со словом. То есть это сказки, загадки, чужие тексты и свои, рассказывая о себе и своей жизни. Это направление развития, литературное развитие, которым отдельно занимается телевизор. Студия. Конечный продукт здесь может быть и маленькие книжечки, и какие-то звуковые тексты, или спектаклики, которые вы снимаете. Каждый раз какой-то другой, но он далеко не всегда превращается в мультфильм. Мультфильм просто эта работа мотивирует, поскольку мы не можем без сценария идти дальше. Да? И дети это очень быстро сладко. Я скачу кино, а про что-то хочет. А что там будет? Да я не знаю. Вот давайте про монстров. Каких монстров-то? А вот я видел. Сначала это речевое, проговорить. Ты можешь с малышами писать там аудио. Постарше могут быть уже свои текстики. Если буквы актуально писать, можно уже те же буквы могут стать персонажами. Просто надо хорошо понимать потребности этого ребенка в этом возрасте. Вместо раскадровки идет линия. Это направление развития тоже далеко не обязательно от рисованного фильма. Графические игры, рисование на той же доске, рисование в воздухе, разный инструмент. Ну, не мне вам рассказывать, что такое линия. Здесь это низкий зайдет шмет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь идет... Мы или словом объем пишем, но лучше, наверное, форму описать. В том смысле, что это могут быть и макеты, и бумажная кукла перекладная, и пластилины, и все что угодно. Вплоть до фикселяции. Здесь не съемка, а движение. А движение, вы же хорошо понимаете, что одушевление предполагает, прежде всего, вот эта самая эмпатия. Надо вжиться в персонаж. То есть, всякие театрализации, кукольные спектакли, игры на движение, на мимику, на жестикуляцию. Все это входит в направление развития, которое далеко не, да, непосредственно в конкретный фильм не ложится. Для ребенка это мотивация просто, что мы с Натином работаем. Его сняли, сняли кукольный спектакль, потом кукле, можно, глазки могут помирать. И, наконец, озвучание. Это звук просто. Это и речевое, и музыкальное. Да, если кто-то там играет на каком-то инструменте, он может свои способности включить. А кто-то поиск шумов. Это отдельное занятие с записью. Вот, то есть, голос, музыка, шумы – это шестое направление в развитии. В результате возникает фильм, который всего-навсего есть свидетельство о достигнутом уровне развития. Дальше следующий и следующий фильм. Что происходит дальше вообще в этой самоанимационной педагогике? Дальше идут условно у нас там три таких ярых, три трехлетних цикла были, сейчас это смещается. Это дошкольники и младшие школьники, потом подростки, потом ранняя юность. То есть, это, в общем-то, 10 лет где-то все вместе может занимать. И каждый раз это свои программы возрастные, свои переходы из возраста в возраст. И свои, естественно, формы съемок, фильмов и всего прочего. Это разные возраста? Это три возраста, но у нас они трехлетние, там были циклы поначалу, сейчас это очень смещается. Но, в общем, программы для младших школьников, для подростков и для юношества, их по несколько штук, и мы о них будем говорить со временем подробно. Сейчас мы посмотрим фильмы, вы попробуйте в этом фильме просто обнаружить все эти направления развития, отследить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok